Привет, как говорится. Приветствуем вас в Китае. И сегодня, как вы поняли из названия, посмотрим интересный. Зарядку для смартфона 320 ватт. Ближе к делу офис компании Realme за углом. Идем. В Китае обед. Обед без тиктока, это не обед. С телефоном, с телефоном, с телефоном. Где-то здесь. Ребешки, влажность просто жесть. В Шенчжэне чувствуешь себя примерно вот так вот каждые 2 секунды. И не потому что дождь. Дождь закончится, будет то же самое. Красиво. И это просто какое-то рандомное высокое здание в Шенчжэне. Таких зданий тут, ну если не тысячи, наверное, да, пока что, пока что, ну вот сотни точно. Ну типа как Москва-Сити, ну у нас-то там 6-7 зданий, а здесь их просто десятки, сотни. Ребешки снимать нельзя, 55 секунд. Сейчас мы решим вопрос и продолжим. О, ребешки. Пока уберем. Сразу к делу. На маркетплейсе Озон началась вау-распродажа. Конвектор электрический, 7200 рублей. Пылесос, симпатичный, кстати, 3836 рублей. Литр мужского геля для душа, 650 рублей. Дрель-шуруповерт, 1528. Шуруповерт или шуруповерт? Игорек, шуруповерт или шуруповерт? Дрель-шуруповерт, ребешки, 1528 рублей за такой комплект? Круто. Утюг с автоотключением, 3700 рублей. Вау-распродажа это скидки до 80% на разные категории товаров. От одежды и обуви до электроники и товаров для дома. Но, ребешки, имейте в виду, на некоторые товары вау-цены ограничены по времени. Рекомендуем поторопиться. Ссылочка уже в описании. Продолжаем. Здравствуйте. Приятно познакомиться. Красивое у вас платье. О, спасибо. Можем идти? Да. Отлично. Так, тут просто проходим, да? Да, да. О, вы знаете. Нет, одно слово. Ну, два. Михао. Наш офис занимает несколько этажей. На восьмом этаже маркетинг. На шестом, седьмом, десятом. Подразделения исследований и разработок. А это штаб-квартира, да? Да, штаб-квартира. Ребеночки, компания Realme, штаб-квартира. Ну, кстати, напомним, что у компании Realme уже есть минимум две технологии быстрой зарядки, которые продаются серийно. Например, зарядка 120 ватт в смартфоне Realme GT 6 официально продается в России. Также есть зарядка 240 ватт у смартфона Realme GT 3. Ребешки, внимание, 99. 100. 11 минут 13 секунд. Но сегодня, я надеюсь, нам покажут зарядку 320 ватт. 100% за 4,5 минуты. То есть, вот пока мы здесь стоим, оформляем какой-то нам пропуск, это уже от нуля до 100% ваш смартфон. Нашли какую-то розетку в аэропорту, на вокзале, у вас есть там 5 минут, пынь, 100%. Вот, можете приклеить. Ага, в стиле компании Google, да? А у вас есть с собой смартфон или ноутбук? Есть. Нельзя снимать? На смартфон снимать нельзя, но на обычную камеру можно. Идем. Кстати, почти 3 часа, и никто из сотрудников не спит? После обеденный отдых у нас до 14.00. После чего все начинают работать. А то мы были в некоторых китайских компаниях, и видели повсюду спящих китайцев на диванах, креслах. То есть официально можно делать, да? Да, для нас это очень важное время. А, так вот как работает компания Realme. Open Space компания Realme плотненько сидят, плотненько. Доброе утро, здрасте вам, приятно познакомиться. Это наш продакт-менеджер, он настоящий против. Здрасте, здрасте вам. Здравствуйте, приятно познакомиться. Так, какой у нас план? Покажите нам ту самую ядерную зарядку для смартфона. Вы присаживайтесь для начала. Да, давайте. Технология зарядки, о которой мы расскажем сегодня, называется 4-х минутное чудо. Мощность зарядки достигает 320 Вт. Это абсолютный мировой рекорд. Батарея емкостью 4400 мАч заряжается примерно за 4 минуты 30 секунд. Первое, о чем нужно рассказать, это аккумулятор. Мы использовали новый тип батареи, который называется четырехэлементной системой зарядки, потому что мы упаковали четыре элемента в один компактный аккумулятор. Такая схема – одна из гарантий безопасности нашей зарядки 320 Вт. Про безопасность важно рассказать отдельно, потому что когда мы говорим о зарядке такой мощности… Безопасность прежде всего. Верно, безопасность на первом месте. Наши инженеры проделали огромную работу. И ключевой компонент – так называемый Air Gap Voltage Transformer. Если мы представим систему зарядки как одну линию, то в обычных зарядниках, скажем, при повышении температуры, выходит из строя вся система. Наш преобразователь Air Gap позволяет разделить процесс зарядки на этапы. И прямо сейчас такая технология есть только у вашей компании? Только наша компания использует такой преобразователь, чтобы гарантировать безопасность. И это прям важно, да? Очень важно, да. Еще одна вещь, о которой я хочу вам рассказать – это сам блок зарядки. Обратите внимание на размер. Круто, но… Ого, такой тяжелый. Если сравнивать с зарядкой от Apple, от MacBook, она выдает до 160 ватт, но размер при этом гораздо больше. А можно MacBook заряжать этой зарядкой? Конечно. Или другой какой-нибудь ноутбук? Она поддерживает разные протоколы. Так, а два ноутбука? Два ноутбука одновременно. То есть прям два полноценных ноутбука, допустим, вот эти два MacBook? Да, можете, верно. Прямо сейчас вы в командировке в Китае, и вы можете заряжать от нее ваш смартфон и ноутбук одновременно. Но, скажем, MacBook сейчас не поддерживают протокол быстрой зарядки UFC, поэтому мощность зарядки от нашего блока будет где-то 35-40 ватт. То есть не так быстро. Так, вот теперь вопросик. Если заряжать телефон прямо с нуля, когда он выключен, или правильнее заряжать где-то с 2%, когда технология быстрой зарядки в смартфоне уже работает? С 2% заряжать или прямо с нуля, когда он выключен, то есть не потребляет энергию? Если речь о том, чтобы продлить срок службы батареи, мы рекомендуем заряжать смартфон от 20% до 80%. Не заряжайте смартфон до 100% каждый раз. Как электрические машины. Да, во время зарядки аккумулятор каждый раз нагревается. К тому же у него есть свой срок службы. Но мы уверены, что наша батарея, даже несмотря на то, что она складная и использует специальный электролит, прослужит более 1600 циклов перезарядки, сохранив при этом до 80% емкости. 80%. Ага. Даже если заряжать смартфон дважды в день, она прослужит больше двух лет. Но обычно люди заряжают смартфон раз или условно полтора раза в день. То есть за два года 80% точно останется. На самом деле даже через четыре года. Так, мы наконец-то готовы увидеть магию, да? Да, давайте посмотрим на магию. Так, а прямо сейчас у вас один смартфон вот с этой инновационной складной батареей. Да. Это не серийный смартфон. Да, это не серийный модель. И еще не в продаже. Прямо сейчас он не продается. То есть просто инженерный сэмпл. Да, так и есть. И вот еще нашим зрителям, так сказать, объяснить, что iPhone на таких скоростях с помощью этой зарядки зарядить нельзя. За четыре с половиной минуты. Потому что нужен соответствующий смартфон, который поддерживает эту технологию. Совершенно верно. Нам нужно зарядить его до одного процента и можем начинать. Так, все-таки не выключенный заряжаем, а уже включенный. Потому что технология быстрой зарядки, она и в смартфоне тоже должна быть активна. Да, активирована, да. Потому что, знаете, иногда люди хотят побыстрее зарядить свой смартфон, но получается, они выключают и технологию быстрой зарядки. Верно? Вообще, если заряжать даже выключенный смартфон, он все равно включится через пару минут, и технология тоже активируется. Окей, один процент. Погнали. Раз, два, три. Поехали. Ну, тут два процента. Небольшая фора. Два процента, да. А вот расскажите нам, как вообще обстоят дела с аккумуляторами? Мы вот давно ждем какие-то водородные аккумуляторы, маленькие ядерные аккумуляторы. Где вот что-нибудь прям новенькое? Есть такое. Уже есть новый тип батареи. Ага. Она называется Silicon Active. Крем неактивная? Да. У нее увеличенная емкость и компактнее размеры. Вы скоро сами его увидите. О, правда? В Китае скоро у многих смартфонов будет такой тип батареи. Другой вид материала, да? Да. Так, за минуту вроде должно быть 26 процентов. Уже 40? Что? А 50 процентов за две минуты. Ну да. Похоже на правду. Вау. А можно проверить нагрев? Да. Да почти не нагрелся. Прям еле теплый. Вот прям еле-еле теплый. А вот мне интересно, чего-то вы все так отодвинулись подальше от аккумулятора? Типа на всякий случай, что ли? Так лучше видно часы. Не волнуйтесь, ничего не взорвется. Надеюсь, надеюсь. У нас есть алгоритм защиты от перегрева. Если температура становится слишком высокой, питание вырубается. Весь смартфон автоматически выключится. Три минуты и уже 76 процентов. Минута остается, у нас уже 79 процентов. А вот некоторые наши зрители писали, да это у них просто анимация на экране, и не настоящая зарядка идет. Ну, видео просто. Вы можете проверить, вытащить кабель и вставить обратно. Так, а если вот прямо сейчас кабель воткнуть в iPhone, или в другой модели Realme какой-нибудь GT6? Ну или вот Realme 13+. Что будет происходить? Она будет выдавать максимум, который поддерживает... А, самого телефона, да. Уже 96 процентов и 4 минуты. 96 процентов! За 4 минуты и 4 секунды. А почему-то эти 3 процента с 97 по 100, они всегда такие медленные, прям еле-еле набирают. 4 минуты и 17 секунд. Чего? Обещали же больше. Так, ну 2 процентов заряжали, да, но... Вау! Вау! А можно взять, посмотреть, проверить? Да, конечно. Так, ребят, горячий. Горячий, горячий. Да, да, горячий. Нагрелся, вот прям нагрелся, так как не нагреваются другие аппараты, прям горячий, горячий. Тоже, тоже горячий, но в пределах нормы. Вот смартфон, давайте посмотрим, а то многие говорили, что сейчас такая анимация просто на экране бежала, и на самом деле ничего не работает. 100 процентов. А вот у циферки 1, 23, чего-то там. Это что значит? Вот эти цифры. Заряда хватит на 1 день, 23 часа 25 минут. А емкость какая? 4420 мАч. Ну такая емкость, это потому что у вас складная батарея. Да. Это полная емкость. 1100 умножить на 4 получается. И мы разделили ее на 4 ячейки. А вот это максимальная скорость зарядки, которая сейчас доступна, или есть какие-то варианты, чтобы прям еще быстрее? Есть решения, которые могут сделать зарядку еще быстрее. Но нужно учитывать множество факторов, включая температуру, емкость батареи. Для нынешней технологии это почти предел, я бы так сказал. Почти предел. Прямо сейчас? Да. Но не завтра. Но не для завтра. Не завтра, да. У нас большая лаборатория, недалеко от города Дунгвань. Можете приехать в гости, кстати, если интересно. Это специальная лаборатория, в которой занимаются именно технологиями зарядки. И мы наняли много людей, в том числе для тестов зарядки, кабелей, интерфейсов, батареи и всей системы зарядки. Мы тестируем каждую деталь в нашей лаборатории. И только после строжайших тестов мы сможем запустить массовое производство зарядки 320 ватт. А иначе мы будем тестировать, тестировать и еще тестировать. Скажите, а вот эта технология, она увеличит стоимость смартфона? Разумеется, потому что и стоимость батареи станет немного выше, и блока зарядки тоже. Немного? Не в два раза, да? Нет, конечно. Мы же бренд, который ориентируется на молодежь. Ну да, да. Молодежь не хочет тратить много денег на зарядку для смартфона. Так, у нас все еще 99% зарядки. Это не анимация? Смартфон работает прям по-настоящему. Да, конечно. А можно все-таки айфон попробовать позаряжать? Да, конечно, конечно. Не волнуйтесь, она поддерживает все известные протоколы зарядки. Так, а вот еще вопросик. Если два кабеля воткнуть в блок зарядки, ну и попробовать позаряжать два телефона, скорость зарядки такая же будет или уменьшится? Нет, время зарядки увеличится. Будет заряжать дольше. На сколько? В два раза или там на 30%? Максимальная мощность 320 Вт. Если подключить два смартфона, мощность разделится пополам. Ну понятно, да. Зарядка одного смартфона займет примерно 9 минут. Так, а если мы втыкаем два кабеля в блок, ну один кабель в Realme, вот ваш, а второй, скажем, в iPhone? Это без проблем. Поскольку iPhone поддерживает только 25 Вт, то на скорость зарядки Realme он повлияет несущественно. А, то есть 295 Вт. Да, 295 Вт для Realme, который зарядится за 5 минут, и 25 Вт для двухчасовой зарядки iPhone. Спасибо вам большое. Прям впечатляет. Давно мечтали протестировать 320 Вт зарядку. И убедиться, что это не какая-то там анимация, как пишут в интернете. Это не анимация. Ребяшки, огромное спасибо компании Realme. Вот прям респект. Ждем в продаже. Говорят, что стоимость будет выше, но чуть-чуть. 4,5 минуты, даже меньше, как оказалось, потому что телефон нужно заряжать желательно, ну хотя бы там с 1-2%. Тогда эта технология в смартфоне работает, потому что когда он прям полностью выключен, она сначала активируется, потом заряжается. А в идеале заряжать от 20% до 80%. Удачи вам. Спасибо. Ждем, когда на сайте появится кнопочка «Пить». Да, в серийное производство. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Ребяшки, ждем ваши комментарии. Увидимся. Пока.